МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для чего мне нужна шапка инопланетянина? И какие песни исполняет Кинсан? Впереди Моусток, не переключайся! Хрюша, ты не хотел бы отправиться в музыкальное путешествие? В путешествие? Считай до пяти! Раз, два, три... Все, я готов! Куда едем? Предлагаю, не глядя, выбрать точку на глобусе. О! Хорошо, давай. Ты подсматривай. Ну, что там? Что там? Секунду. Калмыкия. О! Калмыкия? Да. Здорово. Там много национальных музыкальных инструментов. Пристегните ремни! Наше музыкальное путешествие начинается! Республика Калмыкия – красивый степной край. Между Волгой, Доном и Каспийским морем. Там до сих пор живут кочевые народы. И они очень любят музыку. Это народный калмыцкий инструмент – домбра. Не перепутайте с русской домрой. У домрой три струны и круглый корпус. А калмыцкая домбра – треугольная. И струны всего две. А почему так мало струн? Достаточно. Кочевые народы, у них все инструменты очень аскетичные. И здесь две струны – это философия кочевых народов. Земля и небо. Плохое и хорошее. Добро и зло. Мужчина и женщина. О, как красиво! А звучит еще красивее. К своему инструменту калмыкия относятся с большим уважением. Музыканты не отдают домбру в чужие руки. И украшают ее оберегами, сделанными своими руками. Мы же играем народные произведения, древние напевы. И мы соприкасаемся с нашим древним миром. И чтобы мы его прошли, нам нужны обереги. Наряды у музыкантов тоже не простые, а со смыслом. Например, эти красные платья, как тюльпаны в калмыцких степях. А вот еще один инструмент, очень редкий и красивый – моренхур. В переводе с монгольского – голова лошади. И правда, вот же она, голова. А струны из смычок сделаны из конского волоса. Считается, что звучание этого инструмента напоминает лошадиное ржание и завывание ветра в степи. Третий инструмент называется йоочин. На деревянный корпус натянуто множество струн, по которым нужно бить бамбуковыми палочками. С этим инструментом связана очень красивая легенда. У одного хана была любимая дочь. И у нее был звонкий голос. Когда она скоропостижно умерла, он загоревал и сказал мастерам придумать такой инструмент, чтобы напоминал ее голос. И вот придумали йоочин, и по звуку он напоминает звонкий голос девушки. Играть на нем нелегко, но очень приятно. Не знаю, как вам, но мне захотелось прогуляться по степи среди тюльпанов под звуки чудесной калмыцкой музыки. По-моему, у меня талант. А может, в душе я настоящий кочевник? Ой, Хрюша, что с тобой? Земля! Земля! Как слышно? Как слышно меня? Земля! Слышно-то отлично. А вы кто? Я инопланетянин Кит-сан. Ах, Кит-сан! Хрюш, ты, по-моему, немного перепутал. Кит-сан – это певец, не пришелец. Но его музыку часто называют инопланетной. Ребята, перед вами рабочий процесс. Вот так Рамиль Джафаров, более известный под псевдонимом Кит-сан, записывает свои песни. И сейчас прямо на наших глазах рождается композиция в стиле рэп. Рамиль старается делать свои музыкальные произведения интересными и необычными. Он все время ищет новые формы исполнения. Наверное, это альтернативный рэп с элементами живых инструментов и альтернативной реальности. А как вы пишете свой рэп, а? Я пишу в разных местах, когда мне приходит вдохновение. А откуда вы берете идеи? Они ко мне приходят как-то сами. Какая-то фраза, какое-то слово, я за него цепляюсь и начинаю писать песню. А как у перцев, если сделаешь, смотри. А какими музыкальными инструментами владеете? Я не владею никакими музыкальными инструментами. А у меня есть группа, у меня есть музыканты и люди, которые помогают мне писать музыку. Это большие профессионалы. Есть Раджаб, который работает со мной. Он звукоинженер. Человек, который сводит всю музыку нашу. Это тоже Максим его зовут. И мой, наверное, самый крутой инструмент именно в проекте «Китсан». Дима его зовут. Он гитарист. У него много классов образования музыкального. И также он учит детишек играть на гитаре. Свой псевдоним «Китсан» Рамиль придумал случайно. Я, наверное, никому еще не рассказывал. Я первый? Да, ты первый. Замечательно. Я гулял. Есть малый театр, и на нем афиша была «Сын». Может, как-то глупо, я не знаю. Мне понравилось то, что спектакль назвали «Сын». Я сначала хотел называться просто «Сан» на английском языке «Сын». Еще при этом так совпало то, что когда я начал проект, у меня родился сын. Потом решил назваться «Китсан». «Китсан» в переводе с английского означает «маленький сын». Скажите, какая вот из песен вам ближе всего, а? Ближе всего песня, которая еще не вышла. Ее еще пока что никто не слышал. Она называется «Акварель». Она очень скоро выйдет. Я, наверное, как ни в какой песне, располагаюсь к ней более. Там, наверное, вся правда обо мне. Песни Рамиль сочиняет очень быстро. Порой на это уходит меньше часа. Главное, чтобы было вдохновение. В большинстве случаев самые успешные, самые нормальные песни написаны за 15-20 минут. Импровизация, импровизация. Самый хороший источник вдохновения – это импровизация. А есть у вас творческие планы на будущее? Я привык и также советую детишкам не загадывать о будущем. Не думать как бы точно, 100%, что я выполню вот это вот. Просто в голове держать что-то и идти к этому. Новая песня почти записана. Пожелаем же Рамилю удачи. А на сегодня это все. Время интересного факта Знаешь ли ты, что голос исполнителя – его визитная карточка? Ну, или паспорт. Однажды итальянский оперный певец Энрико Карузо пришел в банк без документов. Чтобы кассир обслужил его, известному тенору пришлось петь арию, не отходя от кассы. Только после этого сотрудник банка удостоверился, что перед ним Карузо. И выдал деньги. А на сегодня все. Слушай музыку. И смотри «Мусток» на следующей неделе. Обещаем. Будет интересно. Пока-пока.